Сегодня есть лимит на легионеров, мы говорим о том, что обязательно должно быть не более семи иностранцев на футбольном поле, то есть не менее четырех украинцев, это защита игроков сборных, а с точки структуры каждый клуб должен иметь свою детскую школу, должен иметь У-19 и У-21, то есть это молодежная сборная, это резерв. И имеет также список Б, список Б это куда входит вся молодежь и если у них нет своих воспитанников определенного количества, то у них сокращается заявочное количество, если сегодня 25 футболистов мы заявляем, если у них нет допустим своих футболистов, то соответственно на 2, на 4, на 6 это количество заявленных на сезон футболистов сокращается. То есть опять же это превентивные или искусственные меры, то есть мы должны готовить их в первую очередь и качественно готовить, а мы сокращаем заявку, делаем лимиты и так далее, то есть мы хотим видеть или лучшее или лимитированное. Я думаю, что это две разные вещи совершенно. Наши футболисты практически не определяют, а определяют в основном сегодня легионеры. И сегодня страшна ситуация в том, что качество подготовки мы считаем лучшей в таких клубах, как Шахтер, Динамо, Киев, Днепр, Днепропетровск. А пробиться им в состав гораздо сложнее, потому что сегодня футбол это бизнес, а в бизнесе, наверное, легче покупать, чем воспитывать. Так что я считаю, что мы пошли по системе, давай мы купимся, наживемся, а не давай мы воспитаем и подождем 10 лет, когда он заиграет. И потом эти клубы отдают этих футболистов, ведущих в аренду, соответственно, арендные футболисты не оказывают его сопротивления. И у нас получается, что Мариуполь, Луганск не может выиграть у Шахтера, образно говоря, а в свое время там, ну, к примеру я говорю, Кривой Рог или Волынь не могли выиграть у Днепра. Хотя были и ничьи, и были и поражения. Но я к примеру говорю, что эти футболисты, понятно, если они воспитанники клуба, которых отдал в аренду, их сопротивление может быть, ну, чуть-чуть совершенно другое.